Это каркасно-соломенный дом, то есть силовый каркас – это деревянная доска, а вместо утеплителя, вместо минуаты – соломенные блоки, прессованные соломенные блоки. Его соломенный домик не сдует ни один волк, уверен Александр Тейду. Несмотря на то, что стены в нем состоят в основном из соломы, дом очень прочный. Фермер говорит о собственном экологичном жилище, мечтал давно, долго выбирал технологию, в итоге купил землю и остановился на соломенном строительстве. Ну вот здесь можно посмотреть, что очень толстая штукатурка, в районе 4 сантиметров, то есть вот здесь начинается стена, полметра соломы и снаружи тоже штукатурка. Из-за толстого слоя штукатурки даже камин без страха можно установить, пожара не будет, проверяли. Но огонь в доме не разводят даже при минус 25, жилище энергоэффективное, отапливают дом солнечные батареи и огромные окна на двух этажах. Их Александр сделал специально на южную сторону. В солнечный день, вот как сегодня вам повезло, на поверхность окна приходится на каждый квадрат около киловатта тепловой энергии. Очень тепло здесь, да? Соломенный дом не промерзнет, даже если семья уедет на неделю, говорит фермер. Ну а на случай холодов, конечно, есть печь, которую Александр строил вместе с супругой. В ближайших планах сделать полы с подогревом. Под ними, кстати, тоже солома. У нас же там дорогу можно замести, там минус 30 на улице, то есть нельзя рассчитывать на такие очень тонкие технологии. Поэтому нужно делать очень надежно. Домочадцев наш герой в шутку называет эко-семьей. Пять лет назад они вместе уехали из города, купили землю и создали, как они сами называют, эко-поселение в Емельяновском районе. Этот дом из натуральных материалов здесь не первый. А вот на первом месте культура поведения. В этой семье не ссорят и не ссорятся. Мы стараемся разделять мусор и утилизировать его по максимуму. То есть всё, что горит в печку, всё, что можно сдать, переработать, мы сдаём, перерабатываем. Всё, что компостируется, мы компостируем по максимуму и вторично используем. Семья Тейду выбирает здоровый образ жизни и самостоятельно обеспечивает себя продуктами. Из еды, что могут, выращивают. Хлеб пекут сами. Мясо исключили из рациона. Моют и стирают без химии. Вот, собственно, наш строительный материал. Это вот такой брок из прессованной соломы. Вот он заменяет мин, ватру, пенопласт и так далее. Соломенным домом уже заинтересовались и за рубежом. По словам Александра, к нему жить и работать в поле приезжали волонтёры из Израиля и гости из Новой Зеландии, которые впоследствии решили построить автономные жилища у себя на родине. Александр Ловицкий, Юлия Белевич. Новости. 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 Продолжение следует...